Всем привет! В этом видео хотела рассказать про наш режим. Мэтта сейчас 9 месяцев и на протяжении уже двух месяцев у нас четкий режим. Все как и говорили, что когда у ребенка остается два сна дневных, то режим и быть. Вот, поэтому расскажу про наш. У нас уже два месяца четкий режим. Бывает, бывает, конечно, исключения, но в целом они очень редки. Ну, в общем, наш подъем в 7 часов утра. Мэтта встает в 7 часов утра, просыпается. Я стараюсь еще минут 30 варяться в кровати, одни глаза, вот так за ним смотрю, он там что-то играет. Уже поднимать, когда начинает, я уже беру, иду с ним, чищу зубы, что я, подмываю его, меняю подгузник, и мы спускаемся вниз на первый этаж. Там он мне ничего не дает делать. Я беру его на левое бедро и правой рукой варю кашу, геркулесовую, как правило, со фруктами, и кофе, себе кофе варю. Вот, в принципе, это вот наше первое бодрости, это завтрак, и немножко поиграть. Первое бодрости у нас 3 часа составляет. Вот, затем я иду опять в спальню на второй этаж и укладываю его спать. Все укладывания у нас происходят на груди. К сожалению, пока что это у нас есть. Вот, укладываю я его на груди, засыпают, и он обычно, ну, минут 5. Минут 5, бывает 10, бывают исключения, и полчаса, конечно же, такое тоже было. Но в целом, 80% случаев он укладывается достаточно быстро. Вот, все, он уложился. Получается, в 7 утра я проснулся, в 10 часов утра ложится спать. Спит он час, просыпается к 11. Бывает в 11.10, в 11.20 просыпается. Вот, и наступает его второе бодрствование, которое составляет 3-4 часа. Наверное, даже 3,5-4 часа. Вот, в это время мы просто развлекаем его как можем. У нас бывает в этот момент няня, и как мы его развлекаем? Мы просто поменяем локации. 10 минут на коврике посидели, 10 минут на коврике на кухне, 10 минут у микроволновки он позакрывал, пооткрывал, 10 минут вышли на улицу, там вообще жара просто сильная. Потрогали водичку, потрогали пальму, потрогали кустики, цветочки. Кошечка побежала, птичку показали, шишку попинали. Вот, и все в таком духе. Просто 4 часа наступом нужно его развлекать. Редко-редко, что вот он сидит, играет, и ты можешь там в телефоне позалипать. Это просто, ну, такого не бывает. Где-то в параллельной вселенной для меня это. Вот, и все, опять мы идем на второй и последний дневной сон. Это получается около полтретьего в 3. Мы идем на второй дневной сон. Также укладываю его с грудью, затем он спит час-полтора и просыпается. Просыпается и уже где-то получается, сколько просыпается? В 4, полпятого. И все, последнее бодрственье начинается его. Там уже ближе к вечеру в Турции, сейчас в июле, спадает жара немножечко. Мы уже выходим на улицу, с коляской можем прогуляться, можем просто на руках. Чаще всего, конечно, на руках он гуляет со мной. Тут мы уже ловим тенек, солнышко уже уходит, появляется тенек, мы его ловим. И можем поесть какие-то фрукты, не знаю, поползать на травке, просматривать морогнев, это прям любимое. И опять-таки бодрственье у него около 4 часов. И укладываемся в ночь где-то в 8, полдевятого, бывает к 9. К 9, конечно, редко, но бывает исключение. Вообще в 8, полдевятого максимум уходит в ночь. И, соответственно, просыпается в 7 утра. Получается что? Получается, дневных снов у него 2, общей сложностью, в совокупности 2,5 часа примерно. И ночь у него 10, 10,5 часов примерно. Вот, в принципе, такой у нас режим. Ребенок все больше и больше бодрствует. Все больше и больше нужно его развлекать. Я все жду момента, когда же он начнет, знаете, сам увлекаться игрой. Например, собирать какой-то сорт, пирамидку или еще что-то. Что-нибудь, что он будет делать сам, блин. А то это пытка. Это пытка. Не, мне интересно играть с ним. В принципе, интересно. Но если он ноет и капризничает ему ничего, ему все ему не то, все ему не так, то это, конечно, уже превращается в пытку, потому что ты не знаешь, что делать, ты не можешь что-то придумать. На руки брать его не очень-то и хочется, потому что весит 11 килограмм. И я, конечно же, девчонка такая сильная, таскаю тяжести, но, честно, очень устаю от этого уже. Поэтому стараюсь максимально его задержать на полу. Сижу с ним как можно дольше, что-нибудь придумываю, звуки уже сдаю. Бывает, конечно же, включаю мультики. Ну, как бывает. Вообще-то это уже сейчас у нас, в нашей семье. Во второй его бодрствии, когда я уже его не вывожу, я просто включаю мультики. Раньше он на них мог залипнуть. Сейчас он уже на мультики особо не залипает. Раньше я как включила ему мультик, например, и у меня есть минут 15 попить чай. Сейчас у меня этого нет, если я включила мультик, то я все равно не могу уйти. Он это заметит. Я просто могу посидеть с ним и ничего не делать, просто статично посидеть. Уйти не могу. Мультики уже его не так увлекают. Может быть, конечно, хорошо, не знаю, но вот как факт. Что еще? В принципе, вот весь наш режим. Хочу как-нибудь снять наш день. Прям кусочками, отрывками показать, как мы, не знаю, чистим зубы, как мы завтракаем, как мы обедаем, как мы ужинаем, как он плачет, как он капризничает, как он в мультике и так далее. Я надеюсь, что будет интересно. Может, нет. Вот. Все, спасибо за просмотр. Пока-пока.